Приветствую всех любителей акварели, меня зовут Лидия и сегодня я расскажу о маскирующей жидкости. Что это такое, для чего нужна, способы применения, как ее используют некоторые художники. Также поделюсь своим опытом и в конце, как обычно, нарисую небольшой зимний пейзаж с использованием жидкости. Маскирующую жидкость называют по-разному. Корректирующая, маска, резерв. По-английски звучит как masking fluid. Это что-то наподобие резинового клея. Его наносят на бумагу перед рисованием, чтобы скрыть места, которые нужно оставить незакрашенными. То есть вы рисуете фон спокойно, затем удаляете жидкость, в этих местах остается белая бумага и затем продолжаете рисование. Маска имеет различный цвет, от белого, желтоватого до голубого. Лучше, конечно, чтобы она отличалась от цвета бумаги, тогда ее будет хорошо видно. Терри Харрисон, я думаю, многие знают о его книгах по акварели, советует добавлять немного краски в жидкость. Если она белого цвета. Я такой трюк еще не пробовала, но можем сегодня попробовать и немножко поэкспериментировать. Помимо разных оттенков, жидкость имеет резкий неприятный запах. Оказывается, в составе присутствует аммиак в качестве консерванта. Есть разные жидкости различных фирм, но, как я поняла, самой лучшей считается французская сенелье. К тому же говорят, что она не так сильно пахнет и имеет голубоватый оттенок, что, конечно же, является плюсом. Есть баночки с различными насадками и даже жидкость в виде маркера. И стержни могут быть разного размера, 2 или 4 миллиметра. Я такими еще не пользовалась, но почему-то мне кажется, что пользоваться кистью это самый удобный вариант. Сенелье я не пробовала, но у меня была другая жидкость с Алиэкспресс. Это был недорогой от Левант фирмы Windsor & Newton. Он недавно у меня закончился. Было всего 10 миллилитров, но мне его хватило на целый год. И для новичков, я считаю, это отличный бюджетный вариант. Кто хочет попробовать, что это такое. Жидкость мне понравилась. Каких-то проблем с ней я не испытывала. И она очень быстро сохнет. Прям не успеваешь нанести на бумагу. Можно ничего не ждать и сразу начинать рисовать. И она также имеет кремовый оттенок. А вот эта баночка, это моя новая жидкость. Тоже с Алиэкспресс, китайского производства. Выбирала я ее только чисто по отзывам. Они вроде были неплохие. И сегодня я первый раз ей буду пользоваться. И расскажу вам о своих впечатлениях. Ну и для работы с жидкостью выделите какую-то ненужную кисть. Рисовать ей вы точно уже ничего не будете. У меня какая-то дешевая синтетическая кисточка. И обязательно перед использованием нужно обработать кисть мылом. Иначе вы ее потом просто не отмоете. И кисть придется выбросить. И после использования я сразу мою кисточку тоже с мылом. И она остается как новая. Вот такие несложные правила. Ну теперь поговорим о том, зачем вообще нужна корректирующая жидкость. Акварель это прозрачная краска. И мы не можем рисовать светлым по темному. Вот нарисовали вы зеленую полянку. А на ней хотите цветочки изобразить. Если на зеленый цвет нанести красный или желтый. Да любой, хоть синий или голубой. То во-первых это будет смотреться как грязь. И обязательно зеленый цвет будет просвечиваться сквозь новый цвет. Вот тут я это показываю. Что какой бы цвет вы не нанесли. Все равно зеленый цвет будет виден. Конечно есть так называемые укрымистые краски. Но их совсем немного. Например кадмия желтый. И можно рисовать даже по черному цвету. Давайте посмотрим как это происходит. Я специально нарисовала два черных квадратика. И сначала мы его закрасим обычным желтым цветом. А на квадратик который рядом, который даже темнее предыдущего. Я нанесу густую смесь кадмия желтого. И посмотрим что происходит. Видите черный цвет перекрывается. Сейчас попробую еще немножко добавить. Вот что значит укрымистая краска. Ну как видим полностью черный цвет все же она не перекрыла. Но я думаю если наносить точечно, то вполне может хорошо получиться. Так же к укрывистым краскам относится например тициановая. Короче говоря не самые популярные цвета. И как я говорю их не так много в акварели. Еще можно вспомнить, что в акварельных красках есть белый цвет. Но он конечно совсем слабенький. И уж точно не перекроет темные цвета. Совсем он такой полупрозрачный. И в принципе его только в смесях можно использовать. Поэтому вместо белой краски используют белую гуашь. Она вполне справляется со своими задачами. Обычно белую гуашью делают наброск. Изображая снегопад например. Летящие снежинки. Или звезды на небе. И как завершающий этап в работе. Выделяют какие-то небольшие элементы. Блики например. Но не более того. В остальных случаях конечно нужно пользоваться маскирующей жидкостью. И теперь предлагаю посмотреть на картины Терри Харрисона. Есть у меня одна из его замечательных книг по акварели. Вообще стиль его работы требует постоянного использования маскирующей жидкости. Это и множество цветов на переднем плане. Часто на фоне зелени. Это и красные маки, и белые цветы, и розовые. Обойти краской каждый цветочек, оставив белую бумагу, ну просто нереально. Только если это например пара-тройка больших цветов, то этот вариант вполне возможен. Часто он маскирует брызги воды, рябь создает на воде, блики. Гребни волн можно маскировать, или горные пики например. В принципе все что угодно. Короче говоря, если какой-то предмет светлее фона, то для удобства рисования его маскируют. Вот вы рисуете небо, а на фоне неба стоит домик и растут деревья. Деревья можно не трогать, потому что они темнее по тону и прекрасно перекроют светлое небо. А вот домик придется замаскировать, иначе ровная заливка неба не получится. Еще маскирующая жидкость отлично подходит для изображения снега, например на деревьях. Рисуйте ствол, ветки, затем снимайте жидкость, и остаются белые места, похожие на снег. Ну давайте посмотрим еще вот такую вот книгу потрясающей красоты. Тоже Терри Харрисона «Зимние сюжеты акварели». Можно даже ничего не рисовать, а просто любоваться красивыми картинками вдохновляющими. Ну и как вы догадались, снег везде на стволах, на деревьях, это конечно же маскирующая жидкость. И наносит художник ее разными необычными способами, даже металлической губкой для мытья посуды. И тут я думаю уже стоит упомянуть о способах нанесения жидкости. Но классический способ это конечно обычной кистью, металлической губкой, как я говорила. И также можно ее разбрызгивать зубной щеткой, делать набрызг кистью и вообще любым способом, какой вы только сами придумаете. Но не все художники так любят маскирующую жидкость. Есть те, которые против ее использования, например, Том Хоффман. Он советует бороться до конца и обходить кисточкой белые участки. Но у него и работает совершенно в другом стиле, нежели у Терри Харрисона. И там маска просто не нужна. В общем, начиталась я Тома Хоффмана и нарисовала Венецию. Вот эту решетку на двери я рисовала без жидкости. Конечно, это было непросто, но результатом я осталась очень довольна. Так что использовать жидкость или нет, это каждый решает сам в зависимости от ситуации. Тут нет каких-то конкретных определенных правил. И как сказала одна художница, главное правило в акварели заключается в том, что в ней нет правил. Но с этим высказыванием, конечно, можно поспорить, потому что все-таки есть какие-то, естественно, основополагающие моменты в акварели. Но часто художник стоит перед выбором, сделал так или иначе и принимает решение он сам. Недавно я рисовала кленовые листья, не использовала жидкость, и поэтому фон получился таким неоднородным. И пришлось дорисовать много новых листьев вторым слоем, чтобы как-то прикрыть несовершенную заливку. Короче говоря, как-то выкручиваться. Но уже дорисовав все и потратив кучу сил на это и времени, я поняла, что можно было сделать все намного проще. Закрасить листья жидкостью и спокойно залить фон. Ну, короче, вы поняли. С помощью жидкости можно создавать также различную фактуру. Тот же снег или густую листву, например. Есть такой замечательный английский художник Джо Фрэнсис Доуден. Он написал очень полезную книгу по технике изображения воды. Книга для продвинутых акварелистов. Начинающему, конечно, трудновато будет разобраться. Так вот, разбрызгивая не только краски, но и маскирующую жидкость, он создает гиперреалистичное изображение листвы, зарослей. Получается очень круто. Конечно, что там говорить, он просто мастер своего дела. Его картина это нечто потрясающее. Вот этот пейзаж, думаю, знакомый многим. Дорога после дождя с лужами. Как же тут верно передано настроение, цвета и свет. Просто невероятно. Фрэнсис считает, что так рисовать под силу каждому. Нужно лишь знать секреты техники. Я считаю, что если хорошенько проанализировать и понять последовательность действия, как это рисуется, то действительно можно и такое создать. Главное понять принцип. Вот иногда смотришь, многие картины кажутся такими сложными. Кажется, что такое просто невозможно нарисовать. Но создание такой картины состоит из серии простых шагов. И поэтапно маленькими шажками постепенно набирается кажущаяся сложность. Ну а теперь, как я обещала, давайте проверим, что будет, если добавить в жидкость немного краски. Я добавляю красную краску. Ну и что мы видим? Бумага осталась абсолютно белой, без розовых пятен. В общем, круто! И теперь, пока я рисую зимний пейзаж, я хочу поделиться с вами впечатлениями первыми о моей новой жидкости с Алиэкспресс. В общем, она совершенно белого цвета, и ее намного хуже видно на бумаге, чем ее предыдущую жидкость от Windsor & Newton. Еще она имеет более жидкую консистенцию. Такое ощущение, как будто ее водой разбавили. И, видимо, из-за этого она ссохла у меня дольше, чем предыдущая жидкость. Где-то минут 5 потребовалось, чтобы она высохла. Но в остальном все отлично, справляется со своей задачей, легко снимается. Так что, в принципе, я пока довольна. Всем, кому понравилось это видео, не забудьте поддержать меня лайком, подписаться на канал, а также заходите на мой инстаграм, я выкладываю там все свои работы. Всем пока! Увидимся в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok